чем бы заняться у дима написал стасик привет тут есть такое дело мы летим в якутию весь этот выпуск с вопросом как ой но выглядит как порция для тебя как раз тасс но это реально легенда а ролик называть дима масленников есть все что он не любит у нас был жесткий повар выглядит отвратительно когда какая-то приправа может у них особенно приправы всем привет сами супер стас и вы наверное перечис того самого легендарного видоса который выпустил уже дима масленников но хочу вам сказать что мы находимся в якутии будем пробовать национальную якутскую кухню присаживайтесь хватит болтать погнали жрать ну что ребят самый неожиданный гость дима масленников его здесь не ожидали увидеть после ролика с мамонтом друзья мы уже попробовали супер национальный продукт это настоящий мама друзья кто не посмотрел этот ролик ссылка будет в описании это невозможный контент который каждый из вас должен увидеть мы со стасом попробовали а сейчас пришли пробовать национальные блюда якутии да потому что мне очень хотелось мне когда дима сказал летим в якутию за ногой мама то честно скажу давай мы вам откровенно с подписчиками я отказался 7 часов лететь но потом подумал во первых нога мама вендул как минимум во второе я грудим а давай национальную якутскую кухню снимем такой да вообще без б особенно тут оленина жеребятин что вы понимали мы заказали рульку и жеребятин весом 2 и 8 килограмм в этом ресторане называют легендарный и готовят полтора часа то есть мы здесь ребята будем сидеть как минимум полтора часа и пробовать другие блюда я уже ждусь не дождусь у меня уже есть вот я глотаю потому что мы завтракали в магазине и сейчас я прям чувствую люди ходят такие знаешь из костюмов уважительно висят какие-то ковры в какой-то невероятный избе тут огромное количество антуража ковры по-советски на стене детстве не не игрался с ковром ну типа водил там я с друзьями а ты лежишь стенки ковер и ты такой лежишь такой хорошо ты игрался с ковром а я порол ковер ребятушки нас рассудят в комментариях напишите кто тоже в детстве игрался с ковром я такой не один давайте пишите стас мы за тебя и дима мы за тебя посмотри мы сколько вас но борода ну с ковром очень много потом зайдешь почитаешь стас я извиняюсь во что ты там играешь сегодня ты когда не слышал а хонка и старый рейл нет что это это бесплатная игра она есть как на пк так и на мобильных устройствах я играю не целый день она просто потрясающе расскажи мне об этом в игре есть несколько мирок и каждый со своим уникальным стилем они основаны на аниме и научной фантастики каждый мир имеет свою тему и особенности что делает игру очень увлекательной мне нравится продолжай хорошо бро а бои в игре это что-то они пошаговые и каждый ход важен ты можешь использовать различные комбинации персонажей чтобы достичь своих целей это очень увлекательно и динамично а в каком жанре игра это ролевая игра с исследованием лабиринтов и пошаговыми боями которые являются собственным уникальным опытом в плане стратегии и исследования понравилось да все качаю давай ссылку рома и вы мои подписчики можете сказать игру бесплатно по ссылке в описании получить до 80 прыжков а по промокоду вы получите 50 звездных нефритов подарок если что это одна из моих любимых игр сейчас так что рома играй а я пошел дальше есть но я тебе задам такой вопрос вот я называете слово а ты сразу три ассоциации якутия олени холодно мамонты и якутиночка моя мы ждем первое блюдо это строганинку это закуски строганинка это что сырое мясо замороженное ну типа как хамон тип нарезанное только холодное как примерно прикинь сальцо холодное заморозилось как сердце мая будь как у нас строганинка из печени я сразу извиняюсь перед якутами возможно мне вообще не понравится потому что я печень ненавижу всей душой но но строганинку ждет нам уже первое принесли а ты даже не заметил это что вот это чуром чуром а звучит как вы-то виск чуром это как bugatti чуром это что-то с айраном связано да это разновидность айрана я так понимаю я вот ненавижу айран айран и по сути это кики кисловатое соленое молоко да но чувак я тебя свожу в одно заведение в москве где подойдут шикарнейший аран под шикарнейший люля и в конце дают десерт который делает нусрэ от которого делаешь нусрэд скорее мы в якутии то скажем типа давай блять как же типа я запомнил и не бегал сейчас перед началом нашей трапезы я должен тебе сказать мини гостика а это приятного аппетита ребяточки давайте так вот дима sky пожелал вам приятного аппетита я вам скажу так спасибо что вы меня смотрите и приятного аппетита меня стиха перед чоканем что-то говорят говорят это очень краткая такая короткая фраза будем или же давайте как будто что-то не договорили мрой я могу проспали ведь ну пей я не сказал что это ужас аран мне намного меньше нравится он сладковат я не могу объяснить что это да да что мне оно похоже то есть на какой-то компот который какой-то пробовал не пойму именно молочный на квас белый мы один человек правильно вот этот напиток это действительно молочный продукт он газированный немного и вот по ощущениям да это чуть-чуть похоже на квас он сладковаткий чувствуете у меня вяжет рот знаете от чего такое чувство что взяли мел подробили и добавили в какой-то напиток чувствуешь откуда привкус мела немного в общем молочная около айранная классная газировка смелым можете пить смело бро прикинь мы с тобой в якутии попробовали ногу мама вы это уже посмотрели как мы видим но будем мы ее есть где-то недели через две после вот эти съемы так что поверьте для нас вкус мамонта вот на этот момент на момент это съемки неизвест ну я так скажу это вот история про то что я действительно ел мамонта это то что я буду рассказывать вот допустим она чисто для камеди клаба лейтер мы действительно с известными археологами в вечной мерзлоте нашли значит мамонта до откопали только ножку опутировали и все первым делом что я хочу это понюхать пока нам несут меню а что что это такое рядом это соль со специями кто это и с чем его едят это очень уникальное якутское блюдо называется строганина из печени делается она из печени жеребятина ее уникальность состоит в том то что это единственное мясо на планете которая имеет витамины c омега-3 также переваляется человеческом желудке за четыре часа этого очень уникальность супер уникальное мясо поэтому когда человек это кушает он должен понимать то что он оздоравливается по поводу печени такая же история лечит онкологические заболевания спасибо большое сейчас оздоровимся то есть это вкусное оздоровление что я я просто не люблю печень но вот я с удовольствием попробую думаю что прям давай руками зачем эти вилки это точно печень это невкусно и горчит очень сильно это горчит вообще нету горечи здесь никуда в конце горчит у меня вообще ничего не горчит она просто как по массу зашла смотрите я ненавистник печени очень люблю эту часть тело мне такая попалась да вот не горчит реально вот которая ближе но я скажу что наверное надо попробовать вот с хлебушком и солью но это знаете это блюдо прямо на любителя то же самое что не все любят сало но как закусочка мне кажется это очень хорошо а сколько получше ну хлебушек мне нравится только хорошо а вот хлебушек мне понравился ага сейчас не буду плакать не буду я плакать важный момент то что я не люблю печень я не люблю печень и всей душой ненавижу но вот это я ем и вот этот вкуса печени который меня бесит его действительно здесь практически не но я сразу могу закрытыми глазами закрытыми ушами носом понять что это печень потому что есть привкус привиты мне с детства именно я много ел печени бабушка мне делала и печеночки куриные и печеночку свиную да это понятно просто вот когда мне на урале готовили печень вот ты ее ешь и она прям печень а тут печень вот так вот с легенца типа ты бежишь по лазурному берегу тебя немножко обволакивают эти волны но хочу сказать что как вот чисто экскурс в якутскую культуру бомбезны еще так вот рассказываю что после первого блюда онкология пройдет если из 10 я бы этому блюду который вы сейчас видите на экране поставил наверное 6 ну на любителя на любителя печени в принципе неплохо но если был бы повкуснее черный хлеб и я бы поставил бы 6 7 но так для меня это пятерочка вот каких бы она не имела оздоровительных качеств но на очень редкий разочек попробовать можно ребяточки решил устроить для вас розыгрыш вот таких толстовок сделаю три штуки в размере excel вы уже видели как мы снялись в них в якутске я думаю вам понравилось все просто переходите в телеграм подписывайтесь как только там будет 100000 я сразу выкачу пост как эти толстовки выгодят и кстати что вы понимали здесь распишется дима и я на трех штуках так что участвуйте а может быть именно ты будешь ходить такой толстовки в своем городе и говорить я фанат димы это крем-суп из потроха она похожа на крем-суп потому что добавляется пшеничная мука разбавленная с водой состав входит картошка и вот отварные потроха еще один момент потроха это вторая часть мясной кулинарии и ход 2 печень и потроха ролик будем называть дима масленников есть все что он не любит 15 минут дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать более унижение измены 380 рублей за 3500 грамм но цена конечно здесь якутская адекватные давай так это один из лучших ресторанов в якутии но писали в комментариях я считал что цены дорогие для якутии но для нас цены даже очень хорошие мне стало главное занюхнуть как говорится ой бро бро занюхли занюхли на папа запах вот каша в саду детском интересе тебя кашу из потроходил у нас был жесткий повар да простите можно с вами поговорить насчет меню пришлите врача в столовую ты пришел жаловаться ну что давай лучок видно свеженький ой бро но мне прям запах чувствуется этот потрохов картошка вкусно только диссонанс из-за потрохов ну мне нравится что он густой после вкуса вот я чувствую к это но мне нравится аутентичный супчик именно он дает понять где ты находишься вот я пробовал ты мне загадывала кстати суп из-за кули плавников вид не стоит на 1800 порция тоже я думал это будет какая-то такая порция там плавники быть ну такой себе вот это хуйта это еще ведь имеет вкус я чувствую вот какой-то шарм в этом супе который отдаёт под рахом не лучше имеет запах не лучше послевкусию но именно ты ешь как будто я ни разу не ел такого супа чтобы он отличался от чего ты знаешь они все равно здесь есть отличие вот я с мяскими возьму немножко бля да не парься вообще я просто вспоминаю как мать эти куриные сердца полусыры в рот кидает хрустит ой сведи меня со своей матерью будем есть я думаю инсульт для блядь выглядит выглядит упроти и надел когда рыбу раз потрошили вот эти пузырьки жарил я рыгаю очень вкусно 10 из 10 на серьезно не верил нет я поставлю вот твердую семерочку хочешь сказать это вкуснее чем предыдущий по 100 процентов я говорю мне нравится густота и нравится картошечка и потроха я понимаешь я осознаю то есть это не скрытый нас если мне принесли бы типа секретный суп то я бы на сказал не вкусно тут я понимаю что я заказываю с потрохами я чувствую вот именно аутентичность вот эту культуру якутии давай так если ты считаешь что вот это вкуснее чем предыдущие блюдо ребят подписывайтесь на обломалу поторопился с выводами я бы я понимаю тут вопрос исключительно моих предпочтений в еде мне не нравится потому что ей вообще не люблю потроха я отлично от меня так как я их не люблю я поставлю ну три из десяти вот настолько я даже пробовать не особо хочу плотненько хочу сказать что просто попробую это еще раз нет нет вот один раз не осуждаем бро сейчас блюдо которое наверное ты мечтал попробовать всю жизнь детство хотел это сделать это потроха потроха ну все что внутри но 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 кишечник я вот вижу и он на чем-то набит набит мы сейчас и узнаем так давайте сразу в соус ай блядь осрогатчица в общем что хочу сказать 0 из 10 даже обсуждать не буду невкусно если вот сравни я теперь суп приставь вспомни суп суп вкуснее вот главное сравнить это невкусно и если в супе был хотя бы какой-то вкус и ты мог немножко абстрагироваться от потрохов хотя бы заесть это картошечкой то вот харта я по-другому назвал бы ребят небольшая лингвистическая загадка для вас чтобы понять наше отношение к этому блюду просто в его название харта поменять несколько букв 800 очков букв е откройте ну смотри я попробовал я бы не скажу что 0 из 10 ну типа 33 из 10 вот не не я не понимаю просто для 0 из 10 вот если хотите попробовать что-то именно культурное то лучше супчик чем вот потроха с горчицей потому что вы будете чувствовать только горчицу и какую-то резину вот но я хочу идти дальше потому что дальше намного интереснее мы пока только разгоняемся это все детский сад детский лепет там дальше пойдет песня честно говоря вот разгон мне очень понравился ребяточки небольшая пауза скоро вернемся к поеданию еды в якутии не забывайте что вышел еще ролик у андрея николаевича зайкиной на его канале переходите по ссылке в описании напишите что у вас супер стаса и посмотрите с другой стороны как мы покупали мамонта бегом по ссылке в описании а я погнал дальше так ну что бузова срубленная бузы с у нас жеребятиной и перемене сибирь это получается так и получается брат я чувствую я как бы по мне не видно на ее басков я чувствую брат давай как бы тут мы с тобой эксперт ох это вот это моя тема я помню когда мы батл устраивали ты говорю что только с говядинкой надо делать всегда надо свинитку добавлять для сочности для сочности ну там было все очень впритык поверь но я люблю с говядиной вот честно сочности с говядиной не будет брат это классика блядь давай сначала без соуса без соуса конечно сначала поехали это не магазины пельмени сразу понятно естественно я хочу просто тесто достаточно тонко мне нравится посол мне нравится вкусно действительно мне кажется что они достаточно много жирка кладут и мне кажется что добавляет что-то мучной состав чтобы для полный вкус так действительно делал танки очень песня я всем советую кушать и пельмени в смеси сметаны и кетчуп это прям вот типа чисто уральская песня и очень хорошая пельмени лучка много единственного а мне нравится ложка переборкаешь придает такой типа на колорит такой недорогие 280 рублей за порцию давай бузы попробуем бузы прям возьмем вот так вот посмотрели прям увесисты важный момент важный момент что вы понимали почему у меня был жесткий диссонанс когда переехал москву я смотрел вот это вот нотик как вы как выгодны московские пельмени просто на урале пельмени вот такого раз бузы не там пельмени в они также слепли но они вот такие вот реально вам говорю здорово вот смотрите разницу это как будто суперстаз и яна в одном в одном кадре это что жеребятина сочность какая-то прям неимоверно а посмотри как они скрыли там это знаете я назову влажностью они и закрыли это просто неимоверно и такой приятный вкус и жеребятина освежающий вообще я чувствую себя человеком неприятно не может мяту мяту добавлять какую-то просто реально куд свежих до альпийская какая-то внутри нет никакого очень такого притягивает как будто ты хочешь есть и есть такой легкий вкус мясом сочным реально я еще в шоке потому что но какая-то прям вот притягательная легкость да ну попробуй реально то есть вот так вот потом вскрывай и всасывайся чувствуешь свежесть какая-то такая прям ух ну я понял о чем ты говоришь но это не мята но это какая-то приправа может у них особенно приправа есть какая-то слушай это очень вкусно давайте спросим это загадка мы пытаемся разгадать загадку в вузах есть какой-то ингредиент ты их кушаешь кудкает свежесть прям я вот я говорил про уникальность жеребятины это чисто рубленое мясо жеребятина и все откуда этот жикарный вкус реально куд альпийская свежесть там сейчас вы вроде сама вот сейчас будет у вас оленина а потом жеребятина про оленина я тоже небольшой ликбез для вас устрою тоже очень крутое мясо вы попробуйте это супер не этическое супер крутое супер крутое супер супер стас смотрите я пельмешкам ставлю 8 из 10 в пельменях простите я пельменье поэтому я точно могу сказать это не самый вкусный пельмене которые я пробовал с точки зрения уральской культуры слишком много лучка в некоторых пельмешки я вот пробую я его я чувствую очень сильно вкус лука и он даже перебивает мясо я поставлю тоже 8 10 но просто потому что я пробовал вкуснее но здесь они прям хорошие но лучок мне нравится диме не понравился мне прям в кайф нож прям 10 им не поставишь потому что есть бузы а вот бузы бузы это выебали эти пельмени сухую реально по сухому зашли реально со свежестью понимаете еще я думал что они из жеребятины будет какой-то привкус какой-то может быть не а бы а тут вообще такая типа вот залетела и не вылетела и хочется еще я больше портал сандали как господин каграманов скажет эти бузы просто 10 из 10 эти бузы знаете как называются есть определенное слово слово на о начинается на о заканчивается а я сразу чувствую запах это оленина на гриле и она имеется уже запах да это хорошо это дичь это дичь а стоп оленина это не дичь а что это а здрасте чего олени не разводят что ли нет стоп дичь убита на охоте но оленя можно убить на охоте да возможно это на охоте возможно разводят для меня дичь что они дичь является дичью и втираешь мне какую-то дичь так давай остановим прожарку чтобы понимать как режем посредине медиум как он говорил ну и подачи подачи на морковочку вкусненько выглядели но мне такие подачи не нравится но я не буду осуждать их это понятно что это не говядина я думал будет жестче это можно переживать но вот вкус не моё все равно этот какой-то вкус оленя я сейчас даже попробую вам его донести через камеру я так скажу мясо отдает печенью кстати вот не знаете так попробовать стоит может кому-то понравится не я не любитель печи мясо чуть-чуть дает печень но на мое впечатление это никак не влияет в принципе неплохо но из говядины лучше конечно пробовал бы я еще оленину нет потому что это не мое мясо мне все-таки нравится вкус мяса здесь вкус так себе то есть как будто я ем не стейк из оленины а стейк из печени подскажите пожалуйста как правильно говорить вот типа это дичь или нет или это разводят олени ну олени разводят мы берем стрельную охотники обращаются они уже поставляют то что вот они уже настреляли забои бывают и бывают домашние тоже вкусом пак то что это якутская сразу налетел когда услышал что диетическое давай сейчас вот подведем итог по оленине смотри я хочу сказать что структура у мяса хорошая но он будет жестче плохо жеваться неплохо быстренько пережевываются неплохо похоже на говядину вот на стейк с говядиной сто процентов но чуть жестче есть такие стейки иногда подают вот такой же с такой же вот жесткостью например стрип лоин что-то подобное похоже послевкусие расстраивает за это я наверно поставлю не хочу обижать оленя ну вот шестерочка мы поставлю именно минус 4 балла за печень до 7 6 из 10 это также поставил надо узнать какие полезные свойства оленя может быть его и любят именно за полезные свойства мяса и закрывают глаза что олень это печень интересно какая же на вкус печень у оленя представь это печень оленя по вкусу как обычное мясо вот это поворот то есть олень это печень а его печень это мясо это но выглядит как порция для тебя как раз тасс но это реально легенда ой какой запах сразу ай-яй-яй-яй раньше в старину даже сейчас есть у нас и сыр это наш традиционный праздник он проводится один раз в год как новый год вот в этом празднике есть как вид спорта игры дыгана называется и раньше старину самым главным призом игорь дыгана была вот такая вот рулька жеребятина вот помните наши разговоры в начале сам что вы сказали у меня будет очень интересно не вы сказали вас будет очень сложно удивить как вы думаете мы будем готовить суп из мяса кого мама да вы прогуглили контент нет я вспомнил то что вы вы пробовали мясо мама я это помню но там пробовали понимаешь волокна маленькие из которых пытались что-то варить а тут мы нашли прям мясо прям мы купили целую ногу мамон целую с шерстью все удивился я видел удивился а и мы ее купили здесь сейчас будет транспортировать в москву и там уже готовить это это они знают вы сейчас реально удивили меня ничего себе как вот в том-то и дело весь весь этот выпуск с вопросом как вот боручаться с тобой поухажу и накормить тебя легенды махтал о ухууу как он режется он разваливается естественно ну давай 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 так раз глазка кони на приемник открыт Хорошо, чувак, это просто разваливается, она тает Ой, хорошо, но я бы соль добавил Чувак, подожди, стой, стой Это вообще была другая часть, попробуй эту Это вообще другая часть Вот она, рыба, моя дождя есть, ребят, 10-10 По приезду сюда сразу легенду махала, не раздумывая Вот здесь все потроха оставляйте на потом, если не наелись Тут смысла нет, тут что-то другое заказывай, ты размер порции видел? А сколько стоишь? 3 800 Недорогих, чувак, за такое количество мяса гарниром Подача С каким кайфом я буду спать сегодня После такого вкуснятия, ну-ка давай Точно другой Сейчас я Дэнчика покормлю Раз Охренеть Охренеть, реально Подождите, это конина? Да Сейчас вам, я сейчас попробую вам объяснить Здесь разные кусочки в рульке Именно мясо Есть пожирнее, есть посуше То есть волокна Есть жирочком Но настолько приятный, вообще не отталкивающий вкус У него именно вот прям приятный вкус мяса Если у оленины есть вкус печени, у баранины там она там пованивает Еще какие-то то вулканини это просто Или они так готовят Или ты, я хочу Ребят, я изменяю, что у меня нет 11 здесь Реально, за это блюдо Вообще не жалко отдать такие деньги Подача Топ Перед вами вулкан какой-то горит Тут разные типы мяса, внутри рульки Разные части по-разному ощущаются на вкус, реально Есть фруктики Есть овощи Есть невероятно вкусный хлебушек на гриле Ой Песня Я бы так сказал За это блюдо я якутску скажу махталу Махталу это спасибо по-якутски Я вообще всем своим подписчикам скажу махталу Бро, естественно Этот выпуск мы очень сделали таким Вайбовым, вкусным, интересным Рассудительным Но он подходит к концу У нас осталось 10 награды за еду Вообще десерт я попросил нашего официанта Принести любой на его вкус национальный Чтобы мы даже не знали что это такое Он придет попробуем и скажем свое мнение Но я так скажу Я когда думал про поездку в Якутию Я честно говоря не очень хотел лететь Потому что я думал Блин, якутск, невонятно куда полетим Я там не был ни разу Какие-то, знаете, смутные впечатления были Город, конечно, меня не супер впечатлил Но колорит, который есть в культуре В антураже В вещах В самих людях В еде Это то, что меня удивило Я давненько так не удивлялся Когда путешествую по России и по другим странам Действительно Я прям порадовался Мне было приятно Я кайфанул от того, что мы здесь сутки провели Не только из-за того, что у нас была покупка в виде ноги мамонта И не потому, что нам надо было здесь работать Я бы реально сюда на денечек прилетел Просто отдохнуть В общем, что я хочу сказать Ты знаешь, что я вообще отказался Я уже об этом говорил И вот это наша утренняя еда в магазине Потом смутная поездка за ногой мамонта Потому что у меня были смутные вообще ожидания Но потом они развели Приход сюда Я вообще, ребят, я специально не читал про якутскую кухню И сейчас я просто хочу сказать, что Не знаю, как вот это Но если это является именно их национальным блюдом То Стоит прилететь Топ-3 кухни теперь входит якутская Стоит прилететь Я хочу теперь попытаться, может быть, что-то еще Если тут будет снять, еще сюда прилететь И выбрать пару дней на отдых здесь И сходить, как нам сказали, достопримечательности посмотреть Потому что, ну, как Дима сказал, город нас не впечатлил Самое невкусное, я думаю, что люди уже поняли Патраха Патраха Вот Самое вкусное Это легенда Вот это И музы И музы Ну, вот это лучше Это лучше, да Ну, и там, и там Жеребец Отдельное спасибо хочется сказать людям Нашим подписчикам в этом городе Потому что Безумно светлые люди Вот мы сейчас с ними фотографировались Да Они, они сияют Реально сияют Ярче снега, который здесь выпадает зимой Так мило Вы такие няшки Обожаю Друзья, это деревенские взбитые сливки с вареньем Матерь божья Они прям, прям вот Они за секунду уничтожились в твоем роту Это очень хорошо Самодельные взбитые сливочки Такие вкусные очень Ай-яй-яй-яй-яй-яй Знаешь, вот как Как птичка поет Это очень вкусно Мало? Мало Да, мало Мало Но если мы с вами А у нас только легкая, что он литончился Я бы делал бы такую порцию Хорошую Но я тебе честно скажу Это хорошо залачило Наш сегодняшний вечер Это такая Как говорится Вкусные точки Раз Дима сказал, что это точка То, ребят Написали подписку Подписались на комментарии Ну и колокольчик Куда же без него Ну и обязательно посмотрите выпуск С тем, как мы едим Мамонта Друзья Невероятный контент Аналогов которого Ну просто сложно найти Ссылка в описании Скоро в космосе Скоро мы поедем за динозавром Ребятушки Нам с Димой так понравилось Что мы с ним придумали Для вас Мотивацию Чтобы мы отправились Еще куда-то подальше 250 тысяч лайков И мы с Димой Сразу берем билеты И летим пробовать Еще другой И еще вкуснее колорит Добро Куда? Вот куда ты хочешь? Ой, огромный смысл Слушай, а может быть Тебе в узкота? Ну слушай Это звучит хорошо Смотри Урал Сибирь Дальний Восток Чукотка Кавказ Огромное количество Можно Алматы В Астрахани Чувак, я бы съездил в Астрахани Ребяточки Значит, пишем Куда нам поехать И ставьте обязательно лайк